Мода и стиль это две параллельные улицы. Дайте мне калькулятор, у меня уж просто не хватает пальцев на руках. Здесь важно понять структуру. В общем, давайте обо всем по порядку. Всем привет! Меня зовут Петракова Жанна. Я персональный стилист и вы на моем канале Стильный возраст без стереотипов. И сегодня у нас достаточно интересная и часто запрашиваемая тема это как создать базовый гардероб. Я надеюсь, вы понимаете, что универсального базового гардероба для всех не бывает. Если вы актриса, у вас один базовый гардероб. Если вы банковский служащий, учительница, медработник, фитнес-тренер, у вас будет совершенно другой базовый гардероб. И здесь все зависит от вашего стиля жизни, от того, в каком кругу вы общаетесь. И согласно этим потребностям и стоит составлять свой базовый гардероб. Я сегодня расскажу вам саму структуру базового гардероба. И на основании картинок, пояснений, наглядных примеров покажу, как это делать, из чего он должен состоять, с учетом именно вашего стиля жизни. И вам не обязательно бежать в магазин и что-то покупать. Вам достаточно просто открыть свой шкаф и начать это делать. И поняв саму логику, вы сможете в дальнейшем масштабировать свой гардероб, не покупать лишних вещей. Если вам эта тема интересна, то давайте побыстрее к ней приступать. Какие наиболее частые ошибки я вижу, приходя на разбор гардероба к своим клиентам? Это в принципе в 90% случаев. Это вещи-клоны. Когда у вас на протяжении всего вашего гардероба очень много однотипных вещей, и вы их однотипно сочетаете, а каких-то других позиций у вас просто нет. Нет, привожу пример. Начинаем разбирать гардероб. Достаем. Джинсы скини раз, джинсы скини два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять. О боже, дайте мне калькулятор. У меня уже просто не хватает пальцев на руках. Спрашиваю, а зачем вам столько джинс? Ну, они на мне хорошо сидят. Они же ведь разные. Это синие, серые, черные, голубые. Я говорю, окей, цвета разные, но это один и тот же фасон, и это один и тот же предмет гардероба. Начинаю спрашивать, с чем вы джинсы комплектуете? Мне достают худи один, худи два, худи три, худи четыре. Это может быть розовый, худи черный с надписью без, по длине, покороче. Вы поймите одну простую вещь. Какая бы это ни была модель, это все тот же худи. У вас сейчас на экране будут появляться картинки с девушками. Если вы представите, что это одна девушка, вот глядя на нее, у нее разного цвета джинсы, у нее разного цвета худи. Там есть надписи, нет надписи, они покороче, подлиннее. Поймайте себя на мысли, в остатке, какое у вас впечатление создается об этой девушке. Если вас спросить, в чем ходит эта девушка, если вы, например, видите ее каждый день, вы что мне ответите? Вы скажете, да, она ходит в одном и том же в джинсах и в худи. И вот это очень важный момент, на который нужно обратить внимание. И здесь не важно, какие это сочетания, сколько денег вы потратите, какой это будет бренд. У людей в остатке будет о вас создаваться ощущение, что вы ходите в однообразной скучной одежде. Я надеюсь, что вы это понимаете. И это может быть точно такой же пример. У вас может быть очень много брюк, а сверху вы ходите водолазки. Эти водолазки могут быть разного цвета, но у вас одно и то же сочетание. И создается ощущение, что вы ходите в одном и том же. Смотрите, для того, чтобы гардероб казался разнообразным, интересным, и у людей создавалось ощущение, что у вас много вещей, что вы каждый день одеты по-новому, для этого нужно иметь в гардеробе совершенно разные единицы. И когда вы поймете и соберете эту структуру первоначальную, вы потом можете каждую линейку из конкретной вещи масштабировать. Но для начала вам нужно именно эти вещи собрать. И когда вы поймете и соберете этот костяк, вам будет уже достаточно легко туда каждый раз внедрять какие-то новые позиции. Здесь главное понимать, вот с чего начать, понять ваш стиль жизни, то, где вы работаете, в каких кругах вы общаетесь. И тогда вам будет очень легко составлять именно свой базовый гардероб. Это могут быть какие-то капсулы, мини-капсулы. Но для начала вам нужно создать именно вот эту первоначальную основу. И сейчас мы будем конкретно это все разбирать. Смотрите, для того, чтобы у вас был полноценный гардероб, вам достаточно, слушайте внимательно, вам достаточно трех низов. И от пяти до восьми верхов. И плюс еще обувь и аксессуары. И мы всегда, вот в любом случае, мы всегда начинаем с низов. Смотрите, значит, если вы любите носить брюки, и в вашем гардеробе юбки не предусмотрены, значит, вам нужно собрать три предмета низа, которые будут иметь разную стилистику, которые будут иметь разную структуру тканей, направленность. И с учетом этого вам потом будет достаточно удобно, в соответствии с вашими жизненными потребностями, направлять и обыгрывать их в соответствии с определенными ситуациями. Смотрите, если вы, например, девушка брючная, и вы не любите юбки, для вас универсальной позицией являются брюки. Здесь всегда мы берем джинсы, и нужно подобрать такую модель, которая идет лично вам, которая хорошо сидит на вашей фигуре. Это могут быть скини, это могут быть прямые джинсы, это могут быть мам джинсы, укороченные, все что угодно. Самое главное, чтобы эти джинсы сочетались потом хорошо со всеми вашими верхушками. И опять же, я повторяю, что для начала это могут быть одни джинсы, потом вы уже можете расширять линейку джинс. Вторая позиция, это либо деловые брюки, либо более такие, знаете, формальные. И третья позиция, это могут быть брюки из эко-кожи, они уже имеют интересную фактуру. Вы можете взять, например, брюки карго, либо какие-то трикотажные брюки, или это могут быть спортивные. У вас должно быть три позиции, которые могут работать совершенно в разных стилистиках, и вы можете их обыгрывать в соответствии со своими жизненными потребностями. Они не должны быть одинаковыми. Это очень важный момент. Если вы, например, девушка, которая любит и брюки, и юбки, то здесь первые две позиции мы повторяем. А третья у нас, это может быть трикотажная юбка, это может быть джинсовая юбка, это может быть прямая юбка в каком-то деловом стиле, это может быть какая-то юбка в цветочек, если вы, например, девушка с романтическим уклоном. Это может быть короткая юбка, это может быть длинная, приталенная, а силуэта, все что угодно. Здесь вы уже выбираете ту модель, которая вписывается в вашу повседневную историю. Это может быть юбка скроенная по косой у всех, это может быть разные ситуации. В общем, вам нужна юбка, которую вы можете обыграть и в вечернем образе, и в деловом, или, может быть, в какой-то кыжельной истории. Здесь, опять же, я говорю, зависит от того, какая у вас работа, где вы общаетесь, куда вы ходите. В соответствии с этим вы и подбираете себе юбку. Если вы, например, девушка, которая не приемлет брючную историю, а я вам скажу, что есть такие типы фигур, на которых достаточно плохо сидят брюки, и здесь мы также по той же самой схеме собираем совершенно разные юбки. Для начала это должна быть либо какая-то джинсовая юбка, может быть, трикотажная. Вторая – это должна быть какая-то деловая юбка, в которой вы можете ходить на работу. Третья – это может быть юбка скройная по косу, либо юбка, например, из летящей ткани в цветочек, если вам нравится такая стилистика. В общем, это должны быть совершенно разные юбки, которые вы можете менять, которые будут сочетаться с вашими верхами и будут создавать ощущение, что вы все время одеты по-разному. Хочу рассмотреть тему платьев. Смотрите, мы сейчас говорим о начальной структуре, и платье – это такая история всегда индивидуальная. Платье всегда имеет очень низкую комбинаторику со всеми другими вещами. Если это какое-то деловое платье или платье-футляр, вы можете надеть его само по себе, вы можете накинуть жакет, ну и в принципе все. Если, например, это платье-комбинация, ну, вы можете надеть его со свитером, сверху с водолазкой, с худи, но это очень такое узкое применение именно для платья-комбинации. Поэтому для начала мы всегда формируем костяк гардероба, а платье – это уже такая история, когда у вас есть лишние деньги, и вы можете покупать себе дополнительные единицы, потому что сегодня вы надели платье, завтра, послезавтра, потом вам скажут, ну, ты уже ходишь в одном платье. То есть платье – это, в принципе, когда я формирую гардероб своим клиентам, я стараюсь их отговорить от платьев. Это все же такая, знаете, затратная история, и она имеет место быть только тогда, когда у вас уже есть собранный костяк базовый, и вы уже можете, если у вас есть лишние деньги, добавлять туда позиции с платьями. Когда вы определились с низами, мы приступаем к формированию верхов. Самое минимальное количество – это 5. Это может быть жакет, это может быть свитер, это может быть футболка, худи и рубашка, например, простая белая. Это 5. Если вы хотите дополнить, это может быть водолазка, это может быть какая-то джинсовая куртка, это может быть еще какой-то топ, либо это может быть какая-то блузка. В общем, 8 предметов вам будет достаточно 3 низа, 5-8 верхов, плюс у вас идет, как минимум, должно быть 2 позиции обуви. Они должны быть разнонаправлены. Это должно быть что-то удобное и что-то такое более официальное, может быть женственное. Но здесь мы опять же рассматриваем каждую ситуацию отдельно. В принципе, вы можете иметь туфли одни и, например, кроссовки. Если вы не носите кроссовки, вы берете макосины, лоферы, какие-то кеды. То есть вам нужна удобная обувь. И второй вариант – это туфли, когда вы можете куда-то пойти на деловую встречу, обыграть какой-то романтический образ. В общем, вам нужны совершенно разные позиции. Если у вас есть возможность, вы расширяете линейку. Это могут быть и ботинки, какие-то сандалии, все что угодно. Для начала вам нужно определиться именно с той обувью, которую вы чаще всего носите, которая удобна лично для вас. И она отлично работает со всеми теми вещами, которые у вас есть. То же самое касается и сумок. Это может быть какая-то базовая сумка, которая будет подходить подо все. Вы можете иметь вторую позицию. Это либо какая-то модная холщовая сумка, либо из плащевки. Это может быть рюкзак. Опять же, у нас здесь есть базовая история и, например, стилистика спорта. Понятно, да? Если есть возможность, я всегда рекомендую покупать костюм. Это должен быть такой, знаете, расслабленный деловой костюм. Он не должен быть приталенным. И вы спокойно можете этот предмет гардероба носить вместе. Вы можете носить его по отдельности. Это как раз вписывается в концепцию. Низа это брюки. И вверх это жакет. Для того, чтобы вы могли костюм с чем-то сочетать, это опять же не должно быть никаких приталенных силуэтов. Вот эти все приталенные вещи это вы покупаете уже, когда у вас есть базовая составляющая. Потому что вы под приталенную вещь, кроме топа, может быть, какой-то водолазки, вы не наденете. А вам нужен такой жакет, который вы можете сочетать и с футболкой, и прекрасно себя чувствовать, и с водолазкой, и поддеть худи, и свитер. В общем, здесь важна именно вариативность этого жакета со всеми другими вещами. Смотрите, все мы разные. У нас разные ощущения от одежды. Кто-то, например, не любит приталенные вещи, кто-то, наоборот, любит приталенные, кто-то не любит шерстяные и так далее. И вам нужно понимать, из чего собирать свои верха. Например, для того, я еще раз повторяю, для того, чтобы создавалось ощущение, что у вас разнообразный гардероб, у вас должны быть разные единицы одежды. Это, вот, основное, это футболка, это свитер, это может быть свитер с круглым горлом, это может быть пуловер, это может быть свитер с высоким горлом. Здесь уже зависит от того, что вам нравится. Это обязательно должна быть рубашка. Она может быть белая, она может быть голубая, какая-то розовая, она может быть джинсовая рубашка. Дальше у нас идет жакет свободного кроя. Я не говорю сейчас об оверсайзе, я говорю о жакете, который будет хорошо на вас сидеть, и его можно отправить и в деловую историю, и в какую-то расслабленную кэжельную. То есть, и все те вещи, которые я сейчас называю, они должны между собой сочетаться. То есть, вы должны понимать, когда вы покупаете костюм, ваш жакет должен по длине, по стилистике сочетаться и с джинсами, и с брюками. Ну, с брюками, если это костюм, то это само собой разумеющееся. И с той юбкой или каким-то другим предметом одежды, который у вас есть, там, трикотажные брюки, спортивные брюки, какая-то юбка, этот жакет должен сочетаться. И пятая позиция это либо худи, либо свитшот. Обязательно. И вот это вот основное. Дальше вы можете из пяти позиций увеличить линейку до восьми. Кто-то может расширить ее еще больше. Теперь давайте смотреть. Вот, например, у вас есть сочетание футболка плюс жакет. К нему мы можем добавить брюки, мы можем добавить джинсы, мы можем добавить юбку. То есть у вас три варианта. Вы к этим трем вариантам можете надеть туфли, кроссовки, взять разную сумку либо рюкзак. То есть у вас есть три позиции. Вы меняете, например, футболку на водолазку. У вас еще три варианта жакет плюс водолазка плюс три низа это уже шесть. Вы добавляете под жакет рубашку, у вас уже девять. Вы добавляете, например, под рубашку вы добавляете футболку, под рубашку вы добавляете водолазку, под жакет вы добавляете худи. то есть если мы сейчас просто даже умножим три варианта низа на восемь верхов, у нас получается двадцать четыре образа. Каждый из этих образов мы можем дополнять разной обувью. Мы можем все эти позиции миксовать между собой. У вас как минимум, как минимум будет вариантов сорок как максимум еще больше. главное понимать эту структуру. Понимаете, с чего начать и как масштабировать свой гардероб. Если вы не будете понимать именно саму структуру, вы не соберете гардероб. Понятно, да? И для того, чтобы уйти от однообразного сочетания вещей и от того, что вы каждый день выглядите одинаково, вам надо просто перестать покупать однообразные вещи и покупать что-то новое. И это не значит, что это будет дороже. Это будет стоить тех же денег, просто вы будете покупать совершенно другие позиции. Сегодня вы пришли в джинсах и в худи, завтра, например, вы пришли в худи и в юбке, послезавтра вы пришли в худи и в брюках. Естественно, вы миксуете еще между ними вы ставите какие-то другие позиции, например, юбка с футболкой и жакетом, брюки в сочетании с рубашкой и со свитером. То есть, вы можете надеть джинсы с водолазкой и сверху накинуть какую-то рубашку. здесь вариаций достаточно много и в плане многослойности вы сочетаете вещи между собой, можете надевать эти вещи сами по себе и у вас все время будет разный низ и каждый раз будет разный верх, а не так, что вы все время ходите в одном и том же. Просто поймите вот эту саму логику этой структуры вам станет гораздо легче вообще просто не покупать в свой гардероб каких-то случайных вещей и не покупать вещи-клоны. То есть, если у вас на данный момент есть худи, вам не нужно второго худи, пойдите купите себе свитер. Если, например, у вас в гардеробе вот вы, например, не любите худи, любите свитера, то есть, тогда вы идете по другому пути, вы выбираете себе пулловер с одним вырезом, выбираете себе свитер с высоким горлом, выбираете себе джемпер с круглым горлом. Это могут быть разные цвета и все время будет казаться, что вы одеты по-другому. Плюс у вас будет еще какая-то водолазка. То есть, здесь комбинаторика вещей может быть совершенно разная. Я вам говорю те вещи, которые всегда работают. но опять же мы отталкиваемся от вашего стиля жизни. Это может быть, например, если вы фитнес-тренер, вы можете ходить, например, в какой-то спортивной куртке или в какой-то джинсовой куртке. Если вы ведете какой-то активный образ жизни и у вас нет, например, офисной работы, и вы в принципе не любите жакеты, то вы берете какие-то другие позиции. Это может быть джинсовая куртка, это может быть какая-то ветровка. Мы сейчас даже не берем верхнюю одежду, потому что для начала вам нужно составить именно вот эту внутреннюю структуру, и уже основываясь на ней вы покупаете себе верхнюю одежду. Понятно, да? Я надеюсь, что это короткое видео дало вам понятие того, с чего начинать. Те коллажи, те сочетания, те картинки, которые я вам показала и объяснила, вам будет достаточно просто начать просто пойти в свободное от работы время, открыть свой шкаф и начать формировать все это. Подбирайте вещи, чтобы они сочетались между собой, не только по силуэту, но и по стилю, по цветам, да? Это как бы такая, знаете, небыстрая история, но если вы будете понимать вот это, то вам будет гораздо легче. И здесь стоит начать и пробовать. Вот я всегда говорю пробуйте, потому что знаете, еще такая очень распространенная ошибка, когда я прихожу к людям домой и мы начинаем перебирать гардероб, оказывается, что вроде ну все понятно на слух, да, что есть джинсы, да, есть футболка, есть жакет, есть там какие-то еще позиции, вся беда состоит в том, что это одежда совершенно из разных стилей и вместе они вообще не работают, понимаете, вот просто от слова вообще, здесь нужно, понимаете, вот еще очень такой момент, когда вы собираете базу, это не должно быть каких-то страз, это не должно быть каких-то ярких принтов, это должны быть базовые вещи, вот настолько простые, насколько они могут быть, это может быть интересный крой, но знаете, вот, например, рубашка, да, там могут быть какие-то интересные рукава, да, или какие-то манжеты красивые, но это все равно базовая рубашка, там могут быть какие-то, какая-то планка, да, такая интересно сделанная Может быть какие-то пуговички Но это все равно в рамках Именно базовой вещи Это не должны быть джинсы С какими-то потертостями С какими-то стразами Какими-то заклепками Какой-то непонятной варки Это должны быть базовые джинсы Простого окраса Без вот этого всего Бывают какие-то складки Какая-то контрастная отстрочка Ничего такого не должно быть Мы сначала собираем базу А потом на нее Как конструктор Начинаем уже добавлять Какие-то элементы Нам нужно сейчас Собрать именно эту базу И эта база может быть у каждого своя У меня она может быть яркой У вас она может быть Комбинированная Яркие плюс базовые вещи Кто-то любит просто базовые вещи Вам здесь важно понимать Именно вот тот набор вещей От которого стоит отталкиваться Который должен быть у всех Опять же с какими-то погрешностями Каждый есть набор вещей, аксессуаров Но мы отталкиваемся от конкретного человека Понятно, да? От вашего удобства От ваших предпочтений От того, что вам интересно И вы, в принципе, поняв вот это вот все Вам будет достаточно легко И я хочу еще остановить ваше внимание На том, что мода и стиль Это две параллельные улицы И мода, вот эти тренды Нужны тем, кто не понимает Это, знаете, такая как бы шпаргалка Вам говорят Вот вам инструкция, как носить Но вам не обязательно следовать моде Найдите какой-то свой стиль Придерживайтесь его Если эти тренды Они вписываются в вашу стилистику В ваш стиль Окей Можно быть актуальным и нетрендовым У вас будет свой личный индивидуальный стиль И вы всегда будете смотреться органично Это будет ваша ДНК, понимаете? И не надо никогда бежать Вот зачем-то то, чего вам не идет Не надо вот это вот брать Только потому, что это модно Это вот просто, знаете, такая огромная ошибка Которую совершает очень много людей Если вы романтичная девушка Вот и сидите в своей стилистике Не нужны вам какие-то оверсайзы Что-то такое грубое Оно просто вас уничтожит Вот все, весь ваш стилистический вектор Вот всю ту вашу индивидуальность Именно вот этот оверсайз Он уничтожит Вы все-таки все живете Какое-то время И уже чего-то вот примерно чувствуете Что вам идет, что не идет Поэтому прислушивайтесь к себе Наблюдайте И все у вас получится В общем, ставьте лайки Комментируйте Мне будет очень интересно ваше мнение Подписывайтесь на мой канал Если вы еще не подписаны Подписывайтесь на мой телеграм-канал А я с вами, как обычно, обращаюсь Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok